Я расскажу вам весьма странную историю, которая была поведана одним воином, Дзютаро Такахаси, который побывал в таких интересных условиях и участвовал в передрягах, которые никому и не снились. Правда это или нет, решать вам. Но именно Дзютаро по фамилии Такахаси, проживавший в Японии, утверждал, что это чистая правда. И я, автор этого рассказа, видел этого самого Дзютаро и те изменения, которые произошли с ним. Он не родился таким, он таким стал. Если вы его увидите, знайте, когда-то Такахаси Дзютаро был человеком. Рассказ этот идет от первого лица. Я, как обычно, заканчивал утреннюю тренировку, и ката, сложенная из ударов руками, ногами и взмахов мечом, а точнее в Акизаши, уже подходила к концу. Круговые движения, выпады, уколы, перекаты, захваты, броски. Все это я уже делал сотни раз, и не менее сотни применял в бою. На лице только один шрам на левом глазу указывал на то, что я не успел справиться с противником, который подбежал ко мне сбоку. Их было двое, два прекрасных мечника, которые сражались с моим господином, но все же я сумел одолеть их, чуть было не потеряв левый глаз. Я очень любил котов и собак, а также я любил обращаться с оружием с грацией кошки. Меня зовут Дзютара Такахаси. Я работаю на своего хозяина и предан ему всецело. Сейчас мой хозяин мертв, и я Ронин, серый самурай, без наставника. Я расскажу вам, как утром 4 апреля со мной произошло то, что изменило мою жизнь. И теперь из Ронина я стал еще и изгоем. Но изгоем, который владел клинком в совершенстве. Когда я заканчивал свои утренние упражнения, был легкий ветер, солнце поднималось к полудню, воздух был прозрачен и свеж, пруд был рядом со мной на зеленой поляне с короткой постриженной травой. Я отрабатывал свои движения в пруду, мирно плескались рыбки, мой хозяин все еще спал, а я оттачивал свои навыки. И тут, недалеко от нашей фермы, посреди ясного неба начала бить молния. Я подумал, что враг пытается напасть на нас и применяет какое-то новое оружие. Ведь мы уже знаем о порохе и огнестрельном оружии, которое применяли против нас. Мы успешно боролись с ним. Я развил свои навыки до такой степени, что даже однажды сумел разрубить пополам пулю, которая летела мне прямо между глаз. Я не стал уходить в сторону, как обычно, и выставил свой клинок, разрубая эту пулю надвое. Пуля разлетелась, слегка задев мои уши. Но раны быстро затянулись, потому что это были всего лишь царапины, которые разделенная пополам пуля оставила на моих ушах. Таким образом, я показал врагу свою небывалую прыть и свой запредельный навык мастерства, который был развит путем восьмичасовых тренировок каждый день. В принципе, я считаю, что каждый человек может развить эти навыки, если будет тренироваться по восемь часов каждый день. Нужно иметь очень хорошую базу и прекрасного учителя, который будет преподавать себе технику для начинающих и последующие приемы. Но все же путем бесконечных тренировок многочасовых достигается такое мастерство. Вот так когда-то я запугивал своего врага небывалым мастерством. Так вот, вернемся к этому дню. Молния била снова и снова в одну и ту же точку. Я понял, что здесь что-то не так. В магию я не верю уже давно. После того, как прошел множество битв и заколол небывалое количество врагов, и столько же врагов я ранил, стольким же врагам отрубил конечности и оставил в живых, для того, чтобы они знали, кто такой Дзю Таро. Я побежал к этой молнии, но не обнаружил там ни одного человека. Я увидел только сгусток, вихрь, который крутился бесконечно и на одном месте молния била и била в одну и ту же точку трава, которая была рядом, никак не обгорела. Я понял, что что-то здесь не так. Возможно, в этом есть какой-то мистический подтекст. После того, как я приблизился к месту событий, меня начало как будто бы затягивать туда. Я попытался бежать прочь, потом я зарычал, мои ноги начали ныть от перенапряжения. Я включил все свои физические возможности. Мое натренированное тело рвалось по швам, жилы вылазили из-под кожи. Я пытался убежать из этого вихря, но он меня затягивал. Тогда подбежала моя верная кошка. Гладкая кожа, без шерсти. Говорит хозяин, что это египетская порода, которую ему когда-то подарили. Но, к сожалению, хозяина она не воспринимала, а воспринимала меня. Возможно, потому что я кормил ее и проводил с ней много времени. А также кошка любила спать у меня на груди. Кошка подбежала ко мне, она начала яростно мяукать и поняла, что я попал в беду, я не могу ничего сделать. Я спрятал свои клинки в ножны и потянулся руками кошки. Я думал, почему-то, что если прикоснусь к ней, меня это спасет. Кошка из последних сил мяукала, но потом вихрь начал затягивать его. Она испугалась, попыталась убежать, обернулась, посмотрела на меня. И из последних сил она попыталась совершить прыжок, но как только она оторвалась от земли, вихрь затянул ее сильнее. Если бы она оставалась на земле, возможно, она бы продержалась дольше, но этого не произошло. Она оторвалась от земли и ударилась прямо мне в грудь. Я схватил ее, прижал к себе и подбородком прижался к ее теплой голове. Как же приятно ее обнимать. Вдруг я попал в небытие. Я не ощущал под собой пола и я понимал, что лечу, но полет этот был несравним с земным полетом. Я очень часто прыгал с уступа в воду и купался. Я знал, что такое, когда ветер ласкает твое тело и когда потоки воздуха разбиваются о твои щеки, руки и об открытые участки тела. Я прекрасно понимал, что воздуха в том месте, где я находился, нет. И я не спешил выдыхать и вдыхать, потому что я не знал, когда еще смогу вдохнуть еще раз. Но потом я услышал пение птиц. Странно. Наверное, это было не пение, а крик, но почему-то мне показалось, что именно такой звук издает птица своим горлом. Потом я почувствовал очень сильный удар. Я ударился правой стороной своего тела. Первой тверди коснулась моя правая нога, а потом рука. Я успел включить внутренние блоки и напрячь свое тело, иначе, возможно, я получил бы перелом. Я успел подставить под свою голову руку. Моя кошка. Я лежал на земле. Тело немело. Я пытался нащупать свою кошку, но никак не мог этого сделать. И я понимал, что, прикасаясь к земле, я ощущаю совсем по-иному то, к чему я прикасаюсь. Когда я все-таки осмелился открыть глаза, я увидел, что очень яркий свет бьет мне в глаза. Мне пришлось закрыть веки. Больше этого я выдержать не мог. Это было слишком сильное испытание для моих глаз. Солнце было очень ярким. Поэтому я на ощупь искал траву и по чуть-чуть приоткрывал веки для того, чтобы яркий свет не резал мой взор. Я увидел какой-то куст и побежал к этому кусту. Когда я оказался в тени, я начал постепенно открывать глаза. Вскоре глаза привыкли к яркому свету, окружавшему меня. Я почувствовал ветер, прикоснулся руками к веткам, которые меня окружали, но мои руки были странного темного цвета и легкий налет шерсти был на них. Я увидел, что мои ногти превратились в когти, а пальцы стали похожи чем-то на кошачьи. Я был в ужасе, прикоснулся к своему лицу и понимал, что это уже не мое лицо. Это было лицо кошки. Возможно, по какой-то непонятной причине я подвергся мистическому воздействию и то явление, та молния и тот вихрь, который был, объединил меня и мою любимую кошку и теперь я сам стал похож на кота. Теперь я уже не дзютара. Наверное, я стал просто самурай. Я произнес шепотом это слово, но не смог произнести его так, как произносил раньше. Я попытался произнести его еще раз. Самурай вырвалось из моего горла. Мои связки уже не слушались меня. Это было похоже на кошачье мурлыканье. Ужас. Я стал не человеком. Я стал чем-то непонятным. Сразу же я осмотрел свой пояс. На мне было мое кимоно. Клинки торчали вставленными в ножны. На моем поясе за спиной был длинный клинок. Я был все тем же дзютара, вооруженным и очень опасным, но мой внешний вид изменился. Я посмотрел на ноги. Они были похожи на кошачьи лапы. Как же так? Это невозможно. Я стал уродом. Наполовину котом, наполовину человеком. Мои мысли подчинялись мне, но мой язык не хотел меня слушаться. Возможно, если бы я продолжил разговаривать, я как-то сумел бы приучить свой речевой аппарат к человеческой речи, но как же приучить глаза? О, да, мои глаза. Они боятся дневного света, так же, как и глаза кошек. Но промелькнула мысль в моей голове. Я смогу получить преимущество над врагом ночью. Я не знаю, что это за магия или что это за мистическое проявление и вообще где я не знал, но я знаю только одно, что Дзютара никогда не сдается и никогда не отступает. Я должен выяснить, куда же я попал, где оказался. Я осмотрелся вокруг, увидел реки, деревья, траву, кусты. Так же я заметил людей в непонятной амуниции, они ходили возле какого-то странного устройства. Я понял, что устройство сделано из металла. Спереди именно так я определил это устройство. Передняя его часть была выполнена в виде конуса с нанесенными на нем ребрами. Это было чем-то похоже на сверло. То сверло, которое хозяин использовал в своей мастерской, изготовленное нашим кузнецом. На сверло превосходило обычное сверло в несколько раз. Оно было выше человека. Так же это устройство располагалось на каких-то непонятных колесах. Вокруг колес были какие-то ленты. Я пробовал делать что-то подобное и преодолевать грязевые участки на повозках, которые тянули кони. я называл это устройство и колеса с лентами гусеницы, потому что они были похожи на чем-то, они были похожи чем-то на гусеницу, которая перемещается по земле. Возможно, этим устройством нужно было бурить землю. Я так подумал, потому что на устройстве оставались части земли. Вокруг устройства, как я уже упомянул ранее, ходили люди в какой-то непонятной броне. На их головах были шлемы, но шлемы эти были со стеклом. Мы уже давно изготавливали стекло в нашей империи, а здесь стекло полностью скрывало лицо того, кто под ним находился. Но я был уверен на 100%, что воины видели то, что происходит вокруг, но мы, те, кто были вокруг, и те люди, которые смотрели на них, не могли видеть выражение их глаз, выражение их лиц. В их руках было определенно какое-то оружие, но оружие было совершенно мне непонятно. Две рукоятки и ствол. Возможно, это было пороховое оружие. Те ружья, которые использовались между усобных воинов, в которых я участвовал, выглядели похоже. Возможно, именно пороховым оружием и владели эти два воина. Я попытался обойти их и подойти к устройству поближе, для того, чтобы рассмотреть его. Возможно, именно в этом устройстве и скрывался секрет того, как я попал сюда. Мне показалось, это очень высокотехнологичным устройством. Я определенно хотел изучить его, но приближаясь, вдруг какая-то большая огромная тарелка, которая располагалась рядом с устройством, повернулась в мою сторону и раздался оглушительный сигнал. Я так понял, что это сторожевое устройство, которое обнаружило меня. Я начал бежать прочь, но услышал град выстрелов, который полетел в мою сторону. Да, действительно, это было пороховое оружие, я не ошибся. Те два воина, которые охраняли устройство, побежали за мной. Я поспешил скрыться, совершил куврок и со всего разбегу прыгнул в реку. Мое новое тело, смешанное с телом кота, помогало мне быть наиболее грациозным и сильным. Я ощутил прилив физической силы, я мог прыгать намного выше, чем раньше. Я был более ловким, а еще мои руки были снабжены кошачьими когтями, которыми я мог разорвать любого, кто приблизится ко мне. Я был огромной кошкой, и я был человеком, владеющим смертоносными навыками. Что ж, врагу будет нелегко. Если я выживу, они пожалеют, что преследуют меня. Я прыгал в реке, как настоящая рыба. Я глубоко нырял и очень высоко выныривал над водой. Продолжалось преследование очень долго, выстрелы сыпались в мою сторону. Несколько раз пули задевали мое тело, оставляя глубокие порезы, кровь сочилась из них. Но, насколько я знаю, раны на кошке заживают очень быстро, да и потом, как говорят, у кошек есть девять жизней, и кошки не раз доказывали это. Тут, выпрыгивая в очередной раз из реки, я увидел камень. Ну что, теперь мои шансы немножко улучшились, и чаша весов в этой битве, возможно, склонилась в мою сторону, а те агрессивные преследователи, которые шли за мной, должны будут умереть, потому что я не могу умереть, ведь я не знаю, где я. И мне нужно выяснить, что мне угрожает, и первые, кто мне угрожает, это мои враги. Не знаю, хорошие это люди или плохие, но для того, чтобы остаться в живых, я должен убить их или умереть сам. Я принял решение еще до того, как прыгнул в реку. Я знал, что если я смогу убить этих людей, я сделаю это. Они будут мертвы, если приблизиться ко мне на расстояние клинка. Я выпрыгнул из реки прямо за камень, и в его тени я чувствовал себя уютно. Вода стекала по моему телу, я чувствовал, как струйки льются по моему телу, стекая вниз, и моя намокшая одежда оставляет возле моих ног лужи, которые тут же впитываются в песок. Они кричали что-то на непонятном языке, но когда я вслушался, некоторые фразы я начал понимать. Обходи, обходи, послышалось мне, неужели? Я знаю язык этих чужаков, и тут я увидел, как они обходят меня одновременно с двух сторон. Я выхватил клинки, висящие у меня на поясе, сделал куврок вправо, один клинок я метнул в сторону одного воина, другой в сторону другого, и это ошеломило их. Броня не была пробита так, как я и предполагал. Один клинок вонзился в шею, но шея, вероятно, была чем-то защищена, что-то вроде воротника. Отбило мой клинок в сторону. Враг на секунду замешкался. То же самое произошло с другим врагом, которому клинок попал в грудь. Броня не была пробита. Враг был ошеломлен и на секунду опустил свое оружие. Я воспользовался этим, но не метнулся к левому врагу, а к правому, потому что правый стоял чуть ближе. Я совершил перекат, выхватил клинок, который стоял у меня за спиной, и вонзил в шею, но броня не была пробита. Тогда я увидел, что их руки в перчатках, возможно, я как-то смогу прорезать эту ткань, второй выпад был в сторону левой руки. Да, ткань была действительно прочная, перерубить ее было трудно, но все же возможно. И мой клинок отрубил левую кисть воина, который находился справа от меня. Он вскричал, и я успел схватить его оружие. Я увидел, где лежал его указательный палец. На курке. Да, действительно, это очень похоже на кремниевое ружье с порохом, которое было у нас. Я направил то оружие, которое было у воина, которого я лишил левой кисти, в сторону врага, нажал на спусковой крючок, и пули отправились прямо во врага. Он попытался уйти, но было слишком поздно. Я слишком много зарядов отправил в его сторону. Вскоре, несколько раз дернувшись, он качнулся и упал, продолжая ползти. Я подбежал к нему и вонзил клинок ему между броней, которая заканчивалась ближе к поясу на спине, и его брюками. Я попал ему прямо в позвоночник. Он успел вскрикнуть, я тогда ударил еще несколько раз, разрубил его на части. Ноги его лежали отдельно, а туловище отдельно. Он прополз еще какое-то время, но, истекая кровью, погиб. Эти два храбрых солдата были повержены мной. Я взял их оружие, внимательно изучил его. Сразу же понял, как с ним обращаться. Нашел переключатель между одиночными выстрелами, выстрелами очередями и предохранителем, который предохранял от стрельбы. Примерно так же были устроены кремниевые ружья, которые изготавливал наш кузнец. Он изготовил ружья, которые могли стрелять сразу же двумя патронами. Также он установил предохранитель, который препятствовал выстрелу, и переключатель, который мог давать один выстрел или два выстрела поочередно. Завладев этими прекрасными орудиями, я смотрелся вокруг, угрозы больше не было. Я опустился к ручью на колени, умыл лицо, именно из этого ручья я когда-то выпрыгнул, оттащил тела за камень, потом выкопал в земле небольшую ямку и закопал оба тела, прибросив их небольшим слоем земли. Предварительно я завладел броней этих врагов, одел на себя шлем и броню, которая защищала спину и грудь. Также я одел их штаны. Одежду самурая я аккуратно сложил и положил в рюкзак, который был на спине одного из воинов. Рюкзак я также взял себе. Что ж, Дзютара попал в необъяснимый мир. Как он сюда попал и сколько ему прожить здесь и как вернуться домой, предстоит выяснить. Но этот враждебный мир обрел страшного врага. Любой, кто встанет на моем пути, будет повержен, потому что я Ронин, я Дзютара, я самурай без наставника и я должен выжить в этом мире.